итак попал в очень интересное место в краснодаре вот вы знаете езжу просто по всему городу смотрю тут сколько жилье стоит ну скажем так есть вот какие-то недорогие квартиры там за 900 тысяч можно найти на за сколько-то еще и вот район совсем неизвестный хочется у вас тоже спросить вашего мнения знаете дорог нет все вот так вот разбито такие плохие но тротуарные хорошие и стоят вот такие вот отдельные домики 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 проводов посмотрите просто все понавешно как в тайване как где-то там не знаю но в гонконге там все хорошо опять же где-то в азиатских странах во вьетнаме что это вообще за район краснодара и почему здесь вот так все сделал но домики неплохие 3 4 этажные тоже из какие-то студии продают в общем цена если за 900 тысяч за миллион хочется узнать у вас побольше об этом районе что это за район вот раз два три 4 5 6 7 этажные дома и вот так все выглядит такая небольшая консультация нужно но я не себе хочу покупать просто интересуюсь ценами потому что вот этот район прям очень дешевых квартир что здесь не так подскажите все равно вот хожу-хожу по этим улицам не могу понять почему именно так вот домик расположен кондиционер вроде бы каждом доме или квартире или комнате с той стороны вас балкончиками видите столбы выглядит как но это не похоже на россии чтобы вот так вот вешали сопли это даже не по каким нормам не правилам ничего не положено что с этими микрорайоны очень хочется понять и узнать прям надеюсь вы мне все подскажете ну и во первых дорог видите нет одна щебенка будем в общем ездить смотреть что здесь происходит покажу вам как выглядит набережная в краснодаре чтобы понимали вот он так называемый мост любви где вешают различные замочки влюбленные и вот здесь вот идет можно сказать облагороженная набережная пустая абсолютно но сегодня понятное дело понедельник вода в реке кубань такая желтоватая так течение почему-то влево но может быть влево 8 она должна река впадать в море но почему-то мне кажется море слева можете ошибаюсь а вода течет вправо немножко странно но тут надо знать точное движение подводных течений если честно надо по карте посмотреть визуально к что море там слева районы местные вот такие ведь все в кондиционерах то есть самый центр города исторический квартиры жилье очень дорого стоит там двушка метров шестьдесят в хорошем но в обычном доме таком панельным же монолитным стоит около пяти миллионов трешка там около шести цены огромны здесь же наверное можете по 8 и по 10 миллионов даже не знаю сколько стоит квартира в этих домах но это вообще уже заоблачные цены ну вот так она выглядит набережного тянется до конца тоже строить какие-то постройки но вот он краснодар вот это как бы центральная часть ее сделали несколько сколько-то десятков лет назад а раньше вообще был просто берег как вот с той стороны пологие растения росли сейчас немножко облагородили кто очень любит военную технику то советую ли как бы но предлагаю посетить тут есть выставочный зал военной техники и вообще мемориал то есть вы идете пожалуйста различные единицы боевой техники со времен второй мировой войны прямо вот здесь вот стоят ну даже единственно что без названий ну кто разбирается от гусеничная техника похоже что-то на танк так может быть т-34 нет кстати на том танке есть обозначение мы сейчас почитаем тяжелый танк из 3 кто на таком катался где-то видел в армии высказывайте свое мнение вот такая броня боевая масса 46 тонн экипаж 4 человека двигатель 520 лошадиных сил скорость 40 километров в час запас хода 340 можно проехать смело ну конечно же тут прямо целая целая вереница вход абсолютно бесплатный вы можете посетить вот это вот место в центре краснодара рядом с пляжем с набережной с мостом влюбленных танк т-34 вот о нем я говорил это достаточно прославленный танк но дула какой-то маленькая смотрю во многих советских фильмах он принимал участие вот так вот выглядит броня чугун тут есть наверное современные уже модели вот еще следующая гусеничная машина это у пт-76 советские легкий плавающий танк принято вооружение в 1951 году пожалуйста 1951 год легкий многоцелевой транспортер мт лб кстати техника все-таки достаточно старые ли до военной или уже послевоенная возможно 51 год вот и 1950 года бронетранспортер btr-152 к 1950 год но выглядит тоже так интересно уже по современным представлять 70 лет прошло а техника вот таким образом выглядит как какой-то джип современный боевая разведывательная дозорная машина 1957 год уже не на гущеном ходу а на колесах резиновых еще один образец бронетранспортер btr-40 1950 года понимать что было после второй мировой сколько техники придумывался разрабатывалась уже 70 лет всем всем этим образцам вот такая вот пушка артиллерийская 1931 года вообще фантастика 203 миллиметровые гаубица b4 образца 1931 года экипаж 15 человек и обслуживала представляет тридцать первом году 100 лет назад вот такие пушки уже вовсю были изобретены гаубицы снаряд заряжался бах-бах но это не моя родная тема но просто посмотрите насколько были развиты технологии все лебедка здесь троса дула бук стреляла гидроцилиндра здесь конечно все было заточено уже не хуже чем у нас сейчас корпусная пушка 19 но много что множество техники кому-то если опять же интересно кто любит все это дело 760 миллиметровый дивизионная пушка образца 1942 года вот такие как раз показано фильмах очень очень часто 57 миллиметровая противотанковая пушка 1942 года транспортно-загружающая машина комплекса 9т 128 на подобном плавающем шоссе снабжена краном даже ну год выпуска неизвестен здесь не показан ну в общем вот он такой парк ходите путешествуйте смотрите кому интересно центр краснодара не ошибетесь найдете прямо рядом кстати с этим мостом влюбленных смотреть не знаю что происходит но видите летает стрекоза просто заблудилась пытается найти выход но не можешь найти выход вот разлетела а потолок а потолок бьется и бы найти дверь не замуж это какой-то даже инопланетянина думаю стрекоза дверь дверь но вылетает но чуть-чуть додумайся почти это вылетел стрекоза вылетали то ниже 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 потерялся вид что делает а тут кондиционеры глушит все не в ту сторону выбирают бедность трекоза вот в магазине вот так это я представлю без масок тоже без всего то есть не соблюдают ничего очень интересный момент подметил вот здесь вот администрация краснодарского края здания красивые там памятник все и флаги развешены если мы перевернемся в другую сторону прямо четко напротив него расположено очень интересное мемориальное место здесь такой памятник небольшой бюст георгию жукова но сверху смотрите георгий победоносец и прокалывает видите дракона впасть прям то есть получается опять победа над рептилиями родом рептилоидом вот протыкает копьем прямо в горло и через шею выходит сзади копье достаточно страшная картина но я думаю что не просто так здесь изображен вот такой вот монумент так скажем над аркой он бронзовый потому что вижу зеленая сверху часть снизу или покрасили или обычного бронза становится такого зеленого цвета опять же это все признаки того что краснодар также частично скажем был оккупирован или пытались его как я понимаю оккупировать рептилии разнообразные но люди такой человеческой внешности победили сейчас я покажу как все выглядит в магазинах магнит прямо в центре сейчас посмотрим здесь я хочу тут попить взять водички если тут вода соки 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 все дорогие какие-то сотрудники сотрудники как раз тут все в масках не вижу ниже вот водичка вода 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 маленькие баклажки ну скорее всего магнит сити здесь все подороже есть конечно в краснодаре такие места ну скажем детские городки и вот один из них где можно погулять семьей там с детьми называется парк солнечный остров и он действительно находится прямо на острове вход и въезд здесь запрещен для машин все только пешеходная пешеходная зона вы можете сами посмотреть там колесо обозрения американские горки катаются детишки с родителями на катамаранах различных на лодке можно поплавать вот таким образом здесь все выглядит вот он солнечный остров вода желтая если не пойму здесь пляже кажется в речке здесь никто не купается все ездит на море потому что ну не знаю может быть любят море но в реке еще ни одного плавающего здесь не видел может быть здесь что-то не так с водой подскажите мне тоже комментариях почему не купаются люди в речках знаете вот погулял я по этому солнечному острову и такое впечатление что попал опять куда-то в ссср еще сохранено здесь конечно множество различных аттракционов более-менее таких наших родных кто-то помнит орбита ну понятно дело вот там справа где-то за деревьями не видно сейчас в общем там колесо обозрение такое обычное сюрприза нету и более менее такие детские аттракциончики все людей тоже никого нету в масках тоже людей нет вы можете посмотреть детишки вам катаются крутятся ну вот так вот выглядит это скажем солнечный остров все более менее сделано но для таких детей уже я бы сказал младшего возраста супер американских горок я не вижу может быть они где-то есть там подальше правее но туда я пока что не дошел ну давайте просто-напросто возьмем до прокатимся и все увидим своими глазами все все подробности что именно здесь есть чтобы не просто словами смотреть или там озвучивать как-то вот сейчас мы увидим все все наглядно так вот здесь вот с правой стороны что-то такое немножко странно или странно может быть дельфинарий или аквапарк сафари-парк вот написано сафари-парк ложились такой так а цена давайте посмотрим сафари-парк вот что есть такая особенность определенная данный аттракцион работает по билетам по 90 рублей каждую среду социальный день так социальный день а так вообще пор стакане 200 рублей не вижу не вижу сколько цена так стакан пакет скажите а сколько билет стоит я не вижу 700 рублей взрослых 500 рублей детских 700 рублей взрослых 500 рублей детских понял ладно спасибо в общем 700 рублей взрослых 500 детских на цена приличная такая сафари-парк то есть туда доходите ходить да а вообще остров он солнечный подскажешь вам получается на что рассчитан тут такие детские аттракционы сафари-парк и все в принципе да и бассейн и ванна бассейн сам кассе в конце парка до подальше а завоевну чем посмотрим ладно пассивы то вот сафари-парк получается во всех подробностях все что здесь есть крокодилы косуля ну по большому счету это зоопарк просто на открытые территории видите вот знаете сколько здесь нахожусь так и не видел купающихся людей но в данном случае с другой стороны реки вижу какой-то пляж тоже небольшой там и трава и песочек ну и мы находимся здесь в солнечном парке деревья очень таки интересные красивые исторически видимо особенно вот это дерево имеет огромный ствол гигантский я бы сказал посмотрите просто супер гигантский я сейчас даже стану а вы посмотрите как выгляжу я его допустим вот это дерево по объему по размеру ну лет сто ему точно и все-таки мне хотелось посмотреть какая вода потому что через мост удержи она желтоватая давайте спустимся сейчас можно воду прям внимательно смотри да нет обычная водичка прозрачная очень теплая песочек вот пожалуйста почему люди купается непонятно уточки здесь плавают ну красиво место люди отдыхают ну действительно такой сафари-парк для отдыха точнее солнечный парк и так самое главное конечно кто бывает краснодаре одна из особенностей или достопримечательностей это огромный стадион краснодар арена который принимал футбольные матчи на самом высшем уровне вот такая вот красота здесь есть парк определенно обзорный вот вы сейчас посмотрите если с другой стороны видно как все высажено цветами внизу клумбы есть знаете что-то похоже на лабиринт если вот так пройти пройти с левой стороны но это мы еще потом посмотрим в общем такая красота а вообще чтобы я вам хотел сказать краснодар лично у меня стал такой двоякое впечатление тут знаете какое-то идет пересечение можно сказать не то что цивилизация есть здесь и районы честно сказать прямо какие-то грязные по моему мнению разрушенные старые буквально весь центр краснодара не очень интересно не очень красивый конечно есть отдаленные микрорайоны которые строятся чуть-чуть за пределами основного города там так красиво уже все по-современному но скажем так все равно краснодар он развивается по моему мнению хаотично то есть где-то хорошо где-то плохо есть небольшой бардак здесь присутствует опять же это не в обиду сказано это лично мое мнение есть наоборот такие места просто безумно интересные как например еще раз вот здесь мы с вами смотрим всю площадь вот эту парку красиво усаженную цветами здесь у нас вот здесь опять здесь какая-то зона где можно гулять с детьми просто кататься там на самокатах но действительно красиво место в отдалении мы видим в те самые новые микрорайоны слева справа но не весь город такой честно вам скажу только специальная территория в которую вложили очень много денег ну поэтому у меня осталось такое двоякое мнение хорошо ли жить в краснодаре выбрал ли я краснодара для жилья но скорее всего нет потому что здесь немножко жарко во первых сегодня жара была плюс 40 но это сами понимаете прямо сильно сильно жарко душно здесь не хватает влажного воздуха такой достаточно сухой ну как попутешествовать можно сюда приехать но на любителя опять же здесь не хватает вот реально море или какого-то морского свежего воздуха что можно было просто искупаться куда сходить все все суховато кстати пока находился вот здесь вместе с вами обнаружил лунный месяц сейчас попробуем его разглядеть и объект который быстро отлетает от луны но возможно это самолет видите черная точка вот она вот она камера не фокусирует в общем черный объект какой-то в дымке в пелене мы сейчас посмотрим лунный месяц который почти уже а появляется луна растущая кстати чернолуние закончилась и еще раз взглянем на нашу краснодар арену вот так она выглядит то есть начала расти лунный месяц пока что нам удастся может быть совсем немножко рассмотреть а ближайшие дни мы не начнем снимать все на nikon p1000 более хорошем качестве прямо с берега моря но вот так он выглядит лунный месяц сейчас я держу камеру в руках она немножко трясется конечно могу сильно приблизить и кое-что рассмотреть вот он контур луны не смогу зафиксировать камеру поэтому так в отдалении посмотрели но здесь мы должны понять освещение луны то есть мы видим а лунный месяц свет падает с этой стороны и примерно в той части города зашло солнце ну примерно тень здесь ходится опять же поздно я заметил этот лунный месяц тут нет никаких стопроцентных доказательств что в данный момент тоже и в краснодаре луна освещается именно солнце нужно будет с этим разбираться не смог не удержаться чтобы не продолжить съемку вы сейчас посмотрите то есть вот этот вот наш лунный месяц а внизу я не видел его вначале ну горит какой-то объект светящийся может быть звезда или какая-то точка сейчас мы попробуем сфокусировать еще раз это место вот там луна сверху месяц и видите прямо под ней расположен светящийся объект пробуем приближать на что он может быть похож его а вот у нас и корабль богов во всей красе и пульсирует прямо над краснодаром сейчас находится что-то черное пролетел вы видите что это такое никогда в жизни я не снимал именно такой звезды и вот сейчас находясь краснодар у нас такая возможность появилась это нечто другое уже не похожее ни на одну из наших звезд которые мы фиксировали раньше прямо под луной вы посмотрите знаете мне это напоминает какой-то космический корабль флота ра как присылала нам кадры анжелика из ирландии и кажется нам удалось запечатлеть тоже этот объект фантастика какая то то есть центре яркий огонь как плазма и что может быть это знаете очередная плазма вот поле у нас есть зрительниц который мы с вами брали интервью она женщина плазма но я ее так называю потому что она в себя как бы человеческое тело впустила энергию и в данный момент мы прямо видим в краснодаре этот вот объект посмотрите лунный месяц сейчас я его приближу все-таки получше я тут зафиксировал немножко камеру но в руках но поставил на самокат посмотрим что происходит с луной вот так она выглядит здесь освещена с правой стороны значит луна растущей только-только появилась у нас после того как закончился эффект чернолуния и вот этот вот странный корабль снизу светящийся ну просто фантастика какая вы сами видите все наглядно прямо буквально расположен все рядом с краснодар арена опять же мы все фиксируем все видим с вами наглядно множество людей здесь отдыхающих все очень красиво и вот представляете какое зрелище мы с вами зафиксировали просто фантастика для меня кадры феноменальные я очень рад что мы сняли такое необычное явление потому что вчера я всю ночь пытался фотографировать звездное небо и даже еле-еле мог рассмотреть большую медведь вы сами видите что больше никаких светящихся огней точек нету ничего только вот это инопланетный корабль завис прямо под луной нашел конечно еще одно очень такое интересное место в краснодаре прямо на открытом воздухе видите везде плавают рыбки подсветка очень красивые расположен все рядышком как раз со стадионом краснодар но здесь несколько таких особенностей есть лабиринт зеркал вот здесь фонтана аллеи видите можно проходить под ними немножко освежаться и в самом центре плавает множество таких вот рыбок огромные большие что за рыбы ческая даже не знаю может быть кто-то из вас мне подскажет на самом деле красиво очень красиво люди сидят наблюдают мне прям самому понравилось ну в принципе красота много и местных жителей туристов конечно все все здесь гуляют просто даже пройти внутри фонтана достаточно интересно маленькие капельки попадают и если жарко то прямо освежает очень-очень хорошо есть здесь еще такое место как зеркальный лабиринт ну скажем так это одно название условное что это прям такой грандиозный лабиринт в принципе выглядит как небольшой такой аквариум что ли для рыбок опять ну по краям зеркала вот такие мы с вами здесь снимаем всем привет видите и получается вот так вот несколько выхода входов а там плавут рыбки конечно не такой неполноценный это лабиринт все таки больше места для отдыха скорее всего посидеть посмотреть я не ощутил здесь такой какой-то прям опасности что можно запутаться заблудиться по скажем обычное место для релакса только единственно в какой выход вход зашел не помню но буду выходить вот здесь видите везде зеркала все отражается и все и уже вышли вот он весь зеркальный лабиринт вот такое у меня сложилось впечатление друзья мы с вами продолжаем путешествовать узнавать новые города краснодар мы говорим на этом до свидания завтра мы отправляемся уже в новый город в новое путешествие на берег черного моря и следующее мое место где я хочу остановиться это город геленджик я там был то есть пока что мы там остановимся сделаем такую определенную базу и из этого города уже будем путешествовать соседние города изучать дольмены куда-то подниматься в горы рассматривать море различные объекты снимать небо и космос кстати здесь что-то есть какая-то еще проблема со звездами вот я вчера наблюдал всю ночь до двух ночи пытался что-то снять там какие-то нло что-то еще звезд почти что не видно не знаю в чем причина на небо очень светлое буквально еле-еле там можно даже рассмотреть большую медведицу будем с этим разбираться почему так возможно все находит слишком низко к морю по моему мнению но выясним у нас есть фотоаппарат хорошей техникой все остальное вот такое у меня путешествие говорим до свидания еще раз краснодару вам всем огромной удачи путешествуем развиваемся ищем самые интересные места и подвижемся дальше поехали пока и бум